Армянский ученый 7 века, математик, географ и астроном Анания Широкацы писал о шарообразности Земли. Он, как и древние египтяне, сравнивал ее с яйцом, где желток — это сама Земля, имеющая форму шара, а белок — окружающая ее атмосфера. Еще до изобретения телескопа он утверждал, что Млечный Путь — это скопление звезд. Широкацы писал, что Луна светит отраженным солнечным светом и составил таблицу затмений для всего 19-летнего лунного цикла. Широкацы не только писал книги, но еще и преподавал. В 7 веке, когда большинство образованных людей считали, что Земля покоится на спинах гигантских слонов, китов или черепах, на его уроках ученики узнавали о шарообразности Земли и других небесных тел. Как это ни удивительно, но уже тогда ученые знали, что наша планета висит в пространстве, поддерживаемая взаимодействием двух противоположно направленных сил, уравновешивающих друг друга. Как писал американский ученый-специалист по Кавказу Роберт Хьюсон, Широкацы является также автором труда из 48 глав «Космография и календарь», в котором рассматриваются вопросы астрономии, метеорологии и физической географии. Армяне считают Широкацы одним из самых великих средневековых ученых. Его называют отцом точных наук. Первые известные нам учебники арифметики появились в Европе лишь в 15 веке. Но самый первый в мире такой учебник создал в 7 веке все тот же Анания Широкацы. До недавнего времени были известны только его труды по географии, в первую очередь Ашхарацойц, что переводится как «показ мира». В нем за 8 веков до Колумба говорилось о том, что на обратной стороне Земли живут люди. Почти за тысячу лет до открытия Галилея Анания оспаривал распространенное тогда мнение, что Луна имеет свои моря. Вместо этого он учил, что темные пятна на Луне происходят из-за неровности ее поверхности, из-за чего там есть области, поглощающие свет. Этот удивительный мыслитель 7 века не только рассказывал ученикам о шарообразности Земли, он также давал правильное объяснение причинам затмения Солнца и Луны. Еще за тысячу лет до появления западной экспериментальной науки Широкацы писал, «Без исследования невозможно проникнуть в сущность вещей, и без познания их природы невозможно выполнить исследования». Не слишком ли много поразительных результатов для одного, пусть и выдающегося, но все же одинокого в те времена мыслителя? Откуда человек раннего средневековья мог получить знания, на много веков опережающие его время? Субтитры создавал DimaTorzok